Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает вопадом. И сегодня речь пойдет о Екатерине Мурашовой. Я очень люблю этого писателя и психолога. Она, наверное, для меня один из самых важных людей, работающих сегодня в практическом смысле слова, работающих для решения психологических и семейных проблем с детьми, с подростками и со взрослыми, конечно, тоже. И об этом, о том, как нарушены коммуникации между замкнутым миром детства, такая особая субкультура детская, и между миром взрослых, размышляли еще Андрей Жволевский и Евгений Пастернак. Потому что диалоги между родителями и подростками очень часто сводятся к словам «Шапку надел в школе, уроки сделал в школе, все хорошо». И, в общем, составляют около 15 минут в день. Вот Екатерина Мурашова, во-первых, проводит регулярно очень интересные исследования и опросы. И даже если у этих исследований нету огромной платформы, значит, базы для изучения в тысячу опрошенных лиц, там, или там, во много тысяч, да, это всегда очень интересные результаты. И хочется верить, что ее четвертиковой опыт работы, он помогает реально тем, кто именно вот по этим точечным вопросам с ней общается, да, и к ней приходит. Она работает клиническим психологом в самой обычной поликлинике, значит, Санкт-Петербургской, куда вот уже много-много лет приходят дети, потом, значит, дети этих детей, теперь уже внуки, да. И, конечно, самое главное, тут даже не опыт работы, а подход. Что отличает Екатерина Мурашова, на мой взгляд, от других практических психологов? Во-первых, она очень-очень ценит в людях, скажем так, ясность мышления. Ясность и четкость формулировок, и умение выражать то, что нам кажется сложным, таким запутанным, таким заумным, да. Во-вторых, она откровенно, значит, стоит вне современных модных течений, да. У нас есть модные методики, у нас есть модные диагнозы, у нас есть модные, значит, общественные тенденции, да. Вот эти все волны бесконечным образом, значит, приливают и схлынувают, и когда они проходят, у нас остаются реальные проблемы нерешенные, да. В семьях, в общении с подростками, вот с чем мне очень нравится, очень симпатичная Екатерина Мурашова, ее это как бы не касается. При всем огромном разнообразии материала и подходов к психике человека, да, она совершенно потрясающе умеет доступно и ясно изложить, не касаясь вот этих вот новомодных тенденций течений, назовем их так. Далее, по неволе, хотим мы этого или нет, в отличие от других писателей, которые пишут не художественную прозу о детях и подростках, их родителях и семьях и так далее, вот к ней предъявляются два двойные требования, да. Речь идет не о двойных стандартах, а именно о двойной нагрузке на нее, как на творца. Во-первых, писательский, с точки зрения художественной, вот эти вот ее книги, которые рассказывают об опыте психологической практики, о встрече со своими пациентами, да, в этой поликлинике, о решении или не решении, там есть довольно-таки большой процент неудач, когда ей не удалось изменить ситуацию в корне, но, как всегда ей говорили с молодой, она любит цитировать эту фразу, она не раз мне стучалась в ее книгах, в научном эксперименте отсутствие результата, это тоже результат. И в данном случае у нас, конечно, как это не жестко звучит, да, это тоже своеобразный эксперимент. Ведь психология это не точная дисциплина, где есть алгоритм, исследуя которым ты получишь гарантированный результат. Гарантированного результата, скажем так, в этом аспекте жизни просто не может быть, в принципе, совсем. Вот, но есть тенденции, есть возможность влиять на ситуацию. И вы не сможете повлиять на ситуацию, если с вами будут сюсюкать, если будут разводить разные розовые сопли, если будут заниматься, значит, потаканием жалости к себе, да, и человеческой слабости, которая неизбежно приводит всегда к пусть и к очень таким корректно, политкорректно, я бы сказал, выраженным выводам, но при этом, конечно, мы упускаем главное, да, она не решает проблемы детей, которыми занимается Мурашова. И вот двойная нагрузка. Первая это нагрузка писательская, и мне кажется, что самая близкая аналогия здесь рассказа о Широке Холмсе, Конан Дойле, я понимаю, что это немножко неправильно, потому что это все-таки ближе к нам по времени, ближе к реальным мукам и страстям, которые кипят в реальных семьях, да, в отличие от давно минувшего века викторианской ангелии, какой-то далекой атмосферы и так далее. Но здесь перед нами ставится задача. Здесь нет доктора Ватсона. Доктор Ватсон это мы с вами. Референт, который будет слушать, открыв рот человека, который все больше и больше, раз от разу, книга за книгой, раскрывает нам ход мысли психолога, ход мысли работающего психолога, стремящегося помочь. Прежде всего, как всегда пишет Мурашова, и это бесконечно симпатично мне, на первом месте стоит польза для ребенка. Взрослые уж как-нибудь разберутся сами со своими проблемами, связанными с семейными отношениями, с любовными отношениями, с психологическими своими комплексами. Важно быть на стороне ребенка. Это она выбрала раз и навсегда, и этим она, мне кажется, чрезвычайно хороша. И вот, когда есть эта проблема, она поставлена, у нас есть уникальная возможность заглянуть в голову работающего психолога. Потому что ее предположения, ее догадки, версии, как говорил Холмс, следуя дедуктивному методу, они разрушаются на глазах с каждой новой фразой пациента. И это вот в новых книжках «Детство в режиме онлайн» и «Искусство не бояться» очень ярко проявлено. Это было и раньше, но сейчас меня почему-то это особенно заинтересовало и особенно показалось интересным, выпуквым. Вот. Ну и вторая нагрузка, это нагрузка, конечно, практическая, психологическая. И тут надо сильно расширить и целевую аудиторию этих книг, и, скажем так, те задачи, которые могут показаться вам, значит, в эти книги заложенными. Это вовсе не для родителей. Это вовсе не для тех, у кого проблемы в семье. Эти книги написаны абсолютно для всех жителей планеты Земля. Потому что все мы, так или иначе, когда-то были подростками, доставляли хлопоты, наблюдали процесс воспитания, процесс, значит, взросления, да, от детства в подростковые, во взрослые состояния, да. Или сейчас являемся педагогами для собственных или несобственных отпрысков, которые нуждаются в нашем внимании, в нашей поддержке и в правильных психологических подходах. Которые зачастую, Мурашовой, формулируются довольно жестко. И это может даже отпугнуть часть читателей, которые привыкли к бесконечным рассуждениям о том, что все у нас личности, ни в коем случае нельзя давить. Важно очень соблюдать, значит, границы этих личностей, да. Вот, остановка границ это важнейшая вещь. Но речь не идет о том, чтобы ребенку позволялось все на свете, и чтобы он не чувствовал ответственности, да, за то, что делает. Речь идет о совершенно другом. И вот две проблемы, которые формулируются в этих книгах. Искусство не бояться или искусство бояться, видите, не здесь стоит в кавычках, да, значит. И детство в режиме онлайн это две основные такие, скажем так, темы, на которые сейчас всполошились и более всего обращают внимание родители. Детство в режиме онлайн, по-моему, всем понятно. Мы первое поколение на планете, это я цитирую буквально, в смысле слова, цитирую Екатерину Мурашову. Мы первое поколение на планете, выросшие с гаджетами в руках. Никто не знает, что с этим делать. Гаджеты совершенно объективно и точно отбивают у ребенка охоту к чтению. Это совершенно точно, потому что мы так биологически устроены, это завожено на уровне физиологии, да, на уровне эволюционных наших изменений, да, значит, рода Homo sapiens. Мы так устроены, что нам движущееся изображение интереснее, проще воспринимается с самого маленького возраста. С возраста не только дошкольного, а возраста еще до речевого даже. То есть ребенок интересуется этим, и поэтому гаджеты перешибают то, что являлось волшебством и чудом нашего детства. А напоминаю, вся человеческая культура, простите меня, пожалуйста, музыканты, архитекторы, танцоры, балеты и все остальные, да, извините, но вся человеческая культура аккуратно упакована в тексты. Именно и преимущественно в тексты. Здесь преимущественно ключевое слово, потому что, конечно же, все, перед кем я извинился, да, они очень тоже важны. Вот, но тексты, тексты это наше все. И вот это самое детство требует какого-то особого подхода, требует решения проблем, которые встают перед нами первым поколением, выросшим с гаджетами в руках и нашими детьми, которые от этих гаджет уже неотделимы, да. Вот Мурашова очень хорошо и подробно практические свойства этой ситуации извагает. И вторая книга «Искусство. Бояться или не бояться» акцентирует внимание на том, что страх это механизм, который позволяет нам мобилизоваться, проанализировать ситуацию и в конечном итоге спастись. Как живому существу, убегающему от хищника или от опасности, как виду, который должен, значит, действовать определенный человек, это строго социальный вид. Вот, мы коллективисты, мы не можем совершенно существовать отдельно друг от друга. Существуют индивидуальные высшие млекопитающие, да, которые живут по отдельности, да, человек к ним ни в коем случае не относится. Социализация это одна из самых важнейших вещей, которая должна произойти с детенышем человека, скажем так. И вот здесь как раз рассматриваются все аспекты этой проблемы. Какие страхи были, какие в нашем детстве, в детстве наших родителей, бабушек, дедушек, какие сейчас преследуют, как боролись и боролись сейчас с этими страхами. В чем польза страха и как он помогает социализации. Какие могут быть практические решения. Повторюсь, здесь чередуются главы, которые посвящены опросам, анализу, аналитике, скажем так, и размышлением автора с совершенно конкретными конандольевскими историями, когда кто-то приходит с проблемой к сыщику и сыщик, в данном случае сыщик-психолог, да, находит или не находит разгадку. Сказать, что это интересно, это значит ничего не сказать. Это захватывающе. Вы не оторветесь. Вот прям вот от каждой новой главы это как это что-то, что откликнется конкретно в сердце каждого читателя. Потому что если сами мы не попадали, и слава богу, в большинство этих ситуаций, то мы наблюдали их в жизни и мучились от того, что не можем ничем помочь и не знали, что можно сделать. В ряде случаев мы получим чистое знание, как действовать в данном случае. В ряде случаев пищу для размышлений, а в ряде случаев резюме автора будет, к сожалению, вопросов здесь гораздо больше, чем ответов в этой ситуации. И мы присоединяемся к ее размышлениям. Читая эти книги Екатерины Мурашовой, это изумительное совершенно чтение, повторюсь, ни в коем случае не только для педагогов, психологов и родителей, а абсолютно для всех, потому что это интересно, это очень важно. Что может быть важнее для человека искусству принимать себя, принимать мир вокруг себя и общаться с себе подобными? Ну какие-то могут быть, конечно, наверное, вещи, да? Но в данном случае это все направлено на подобные вещи. Ну и в конце концов это книги о будущем, потому что «Дети – наше будущее» не только расхожая фраза, но и правда от первого до последнего слова. Поэтому это книги конкретно о нашем будущем. Каким оно будет, каким мы его сделаем, каким проживут его наши дети. Спасибо за внимание. Спасибо.